здравствуйте мои дорогие снова с вами александра бондаренко детский семейный психолог арт-терапевт сказковед воспитатель и сегодня уже третий день нашего онлайн марафона оригами для жизни и тема сегодняшнего дня это баланс это гармония и мера и символом естественно этого всего это будет вот такая мандал ведь она у меня белая вы с детьми вот как раз вот эту вещь можно делать на цветной бумаге так чтобы вот она была красивая яркая и интересная до либо опять же вы делаете на белой бумаге и вместе с ребенком раскрашиваете эту прекрасную мандалу и при этом вы общаетесь с ребенком о том что такое мера на что такое гармония в жизни очень важная тема я немножечко вам мы сделаем эту поделку расскажу свои соображения как я разговариваю со своими детьми о этих таких абстрактных понятиях на и насколько я считаю что это важно а сейчас давайте приступим к тому чтобы складывать поделку вам лучше всего взять вот такой большой лист бумаги то есть это здесь сделано из половинки а 4 то есть а лучше взять для начала вам вот такой большой лист бумаги это весь как квадрат из листа а4 формата и так что мы сейчас делаем сейчас мы складываем всеми возможными способами которые только можно здравствуйте и так складываем треугольник даваем аккуратно еще раз складываем кто присоединяется я провожу сейчас марафон оригами для жизни складываем и мандалу из бумаги так вот мы сложили получился у нас крестик но нам этого мало нам нужны еще один крестик теперь складываем пополам в сегодняшнюю поделки очень важно именно так разворачивать и складывать заново то есть некоторые себя упрощает жизни они берут вот так складывают для сегодняшней поделки важно все-таки чтобы нас были линии правильно соку разворачиваем снова складываем вот у нас получились все возможные линии которые можно сделать но мы хотим еще большего теперь выбираем любую сторону и начинаем к полосочки посерединке складывать как будто мы хотим дверцы шкафчиком сложить сейчас я вам покажу вот и с другой стороны то же самое делаем вот у нас дверцы шкафчиком теперь можно взять и тип уже короткие стороны сложить к полосочки посерединке который у нас получается вот таким образом стараемся делать и с детьми и вы и взрослые очень аккуратно так и с другой стороны вот у нас получился опять такой квадратик теперь что мы с вами делаем у нас очень интересная будет весь вот немножечко так разворачиваем нам нужно будет все серединке сторон сложить к серединке это кажется невозможным но мы попробуем мы берем раздвигаем и туда вовнутрь складываем здесь уже не если честно вот легче сначала разложить и сейчас давайте я вам даже отмечу видите вот они серединке каждой нашей стороны мы должны сложить в серединку листам тут потребуется немножечко больше уже умение видите вот так мы это все одновременно складываем одновременно здесь конечно же потребуется помощь родителей вот у нас вот такой цветочек получился и по тем линиям которые у нас есть то есть новых линий не делаем мы все это красивенько загибаем так только по тем же линиям которые есть новых линий не делаем ни одной новой линии если вы будете искать что как называется эта фигурка это называется катамаран в литературе по реган это мы сейчас делаем с вами катамаран так я сделаю чуть поаккуратней это была самая сложная часть нашего нашей оригами мандалы и так что мы дальше делаем смотрите вот сайт с этой стороны так получается до другой стороны вот так для тех кто вновь присоединился мы делаем с вами мандалу ариками и так что мы делаем дальше мы берем здесь серединочку поднимаем уголочек и нам нужно его расплющить видите то есть у нас угол и опять идет к серединке вот очень интересно то что у мандалой все у нас идет в серединке постоянно к серединке то опять поднимаем нам нужно расплющить этот уголочек этим и вот так расплющиваем опять же по тем линиям которые у нас уже есть видите вот такой получается так делаем со всеми всеми сторонами вот и с другой стороны тоже держим здесь серединку поднимаем уголочек раскрываем его и расплющиваем если что-то непонятно вы говорить и последний остался также вот и расплющиваем вот у нас уже такая красота с вами получилось осталось это украсить что мы делаем представьте что это у нас один маленький квадратик и те кто уже был на марафоне не знаком с оригами мы делаем воздушного змея то есть к полосочки вот полосочки по серединке мы загибаем делаем воздушно змей или для детей это мороженое они сразу включаются им эта идея очень нравится вот такое мороженое и опять же делаем со всеми сторонами чтобы у меня красиво аккуратно получилось я делаю на твердой поверхности вот что у нас получается и дальше третий очень хорошо это для детей особенно дошкольного младшего школьного возраста они хорошо запоминают много повторяющихся действий и они чувствуют себя компетентными что вот они один раз поняли один раз делали это и в следующий раз они уже делают петь подсказки вот у нас уже вот такой цветок получается теперь мы делаем опять же расплющивание дети это знают им это нравится делаем смотрите мы берем вот эту сторону и нам необходимо это сейчас у меня эта бумага не поддается там вот мы палец туда засовываем и расплющиваем и так делаем с каждой вот этой стороны опять же дети быстро понимают как это делать вот у меня наверное у сына это самый любимый прием расплющивания потому что для него это как-то так очень завораживающе когда он сам придумывает какие-то фигурки оригами то складывает что-то он очень часто его применять тот у нас уже красиво получается ну что практически каждый угол можно расплющить вот у нас получилась такая квадратная мандала мандала бывают и квадратные она такой торчит все такой красивенько объемная получается ну давайте мы сделаем ее более круглый то есть берем вот эти уголочки загибаем назад хорошо хорошо проглаживаем кстати если вы сделаете восемь таких штук и вот за эти уголочки их скрепите то у вас получится шар который называется курсу дамы это для японцев такой оберег вот у нас вот такая красивая мандала получилось опять же вы можете со своим ребенком и раскрасить чтобы она получилась ярко или взять бумагу сразу будет какой-то вид такой приобретать интересным если ее немножечко давайте вот так представим вот видите она очень объемная получилась и так там и когда вы делаете вы знакомите своего ребенка с таким понятием как мир многие родители делают ошибку они говорят надо все в меру но ребенку непонятно это слово потому что она очень абстрактное оно не его не пощупать его не увидеть что такое мера почему когда мы делаем упражнения например там пресс качаем да то это 20 штук да надо прокачать да а вот когда конфеты мы едим то только одну можно а если уже три то это уже не мера то есть непонятная категория то есть ваша задача как мудрых родителей рассказывать что почему в данном случае до мера это вот столько почему конфет нельзя много есть почему это вредно для организма опять же вот например по поводу конфет я моему сыну и дочери рассказала что сахар вреден а и почему он вреден не просто что сахар вреден и все там зубы будут плохие нет я остановилась на этом очень подробно я рассказала о том что сахар он не дает вашим костям расти что он опять же портит зубы что вы от него становитесь менее собранными что вы становитесь более раздражительными от сахара потом почему да потому что сахар он себе имеет такую такие частички частички которые влияют на вашу кровь и она начинает течь быстрее и вы не успеваете что-то делать точно сосредоточенной вам кажется что все остальные делают медленно то есть вот на понятных категориях до на понятными словами понятными примерами вы можете объяснить почему именно вот это количество является в этом предмете ли в этом понятии меры также что такое баланс что такое вообще гармония вот вы можете детям рассказать что гармония так когда красиво если тебе красиво да вот круг это красиво квадрат это красиво а если это будет какая-то непонятная крака зябра да то ее можно попытаться сделать красиво да но в этом нет ничего красиво что если сломанное дерево например спрашиваете это красиво нет некрасиво а если ровненькое дерево растет в небо тебе она нравится тебя на приносит удовольствие да мне нравится то есть таким образом вы даете опять же на понятной категории красиво понимание что такое гармония и ребенку вы опять же прививаете его все чувствовать и оценивать с точки зрения красиво это или некрасиво то есть и когда он будет постарше например он будет выбирать себе прическу какую-то да или будет выбирать себе одежду и он будет понимать что есть понятие гармонии есть понятие красиво вот всеобщий который всем нравится и для него будет легче осознать принять вот эту истину красоты такой вот общей который признано что вот есть что-то красивое которое естественное которое растет да которая развивается вот согласно природе согласно каким-то законам вот этой жизни которые мы живем да и что если ты идешь против законов этой жизни например деревья ломаешь или животных мучаешь да то это не подходит по тип категорию красиво да то ты что-то делаешь плохо рассказывая детям о вот таких абстрактных понятиях а вы в них воспитываете также доброту понимание того что в этом мире что-то есть более найти как бы выше чем они сами спасибо вам большое что вы смотрели сегодняшнее видео надеюсь вы обязательно поговорите на днях со своими детьми о том что такое мира что такое гармония баланс в их жизни также если у вас более старшие дети например это может быть баланс спать есть играть читать а что-то в этом роде и покажите мандалу вот смотрите в мандале все очень гармонично все очень красиво она радует глаз всего есть одинаковое количество точно так же как и в твоей жизни всего должно быть в меру в одинаковом количестве спасибо вам большое будьте со мной ждите завтра марафона еще этого видео и пишите ваши комментарии что вы сегодня будете рассказывать детям и какие у вас были поделки пока пока